МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Толерантные штрафы. За какие комментарии в интернете власти Германии будут наказывать пользователей? Обострение ситуации на шахте Горская. Это всего в 6 километрах от линии фронта, неподалеку от Попасной. Зарплату тут не выплачивают более двух месяцев. У шахтеров голодные обмороки. Они готовы уже на решительные меры. После нашего сюжета о ситуации на шахте в минувшую среду, там, как говорят, положение ухудшилось. Ни одного вагона. Ни одного вагона. Отказались полностью от того, чтобы грузить вагоны и поставлять на электростанции. Сейчас просто берут тупо, грузят на аварийный склад, чтобы скрыть то, что было, так бы сказать, украдено. Засыпают, шахтуют, шлам завозят. Вагоны не грузят, чтобы была возможность махинации на открытой площадке, уверены шахтеры. Здесь видны свежие следы, оставленные грузовиками. После нашего сюжета о воровстве угля, якобы связанном с гендиректором холдинга Первомайскуголь Игорем Савчукам, на площадку стали завозить шлам. Это просто утрамбованная шахтная грязь. Так по документам можно приписать добытый объем настоящего топлива. Чтобы вот это все, кражу, так бы сказать, исчезновение угля, просто покрыть. И в одно время сказать, что ребята у нас на складу, все хорошо. Где шлам, а где уголь, определит даже не специалист. Под ногой куски шлама расползаются. Его тут перемешивают с углем, который не успели вывести. На сегодняшний день нехватки 600 тонн. Восполняются, следы видно, именно шламами. И заводится на... И мешается на угольный склад шахты Горская. Получается, не кондиция. Никуда он не пойдет, этот уголь. Ни на какую категорию. Так что, это у нас беспредел получается по шахте. Теперь мешанина из угля и грязи будет стоить гроши. Руководитель шахты Горская пытался бороться со всей этой ситуацией, да был уволен накануне гендиректором холдинга. Если бы хотя бы один день я вышел на работу, я бы заставил сделать съемку угольного склада и официально показать и доказать, что на угольном складе не хватает угля, добытого из шахты. Из-за этого я, по сути, был снят. Занимаю мою должность. После боевых действий в районе Попасное Золотое на территории контролируемой Украиной из холдинга 1-го майского уголь остались 4 шахты. Горская – единственная доходная. Кормит всю округу. Только новый гендиректор холдинга Игорь Савчук имеет юридическое право вывозить и продавать добытый здесь уголь. Его день от дня нет на рабочем месте. Специалисты с Горской совместно с маркшейдерами из соседних шахт составили протокол о недостаче черного золота. Если бы генеральному директору было интересно узнать, кто украл этот уголь у людей на миллион шестьсот, это людские деньги, гривен, да, которые можно было заплатить людям зарплату или купить какое-то оборудование, он, наверное, не скрывал это все, а четко содействовал тому, что надо расследовать, почему и где и кто украл у людей этот уголь. И мы просим, конечно, чтобы власти занялись, компетентные органы и четко выяснили, кто украл этот уголь. Задолженность по зарплате уже более двух месяцев. Шахтеры берут положенные им тормозки в столовой шахты в счет будущей получки и относят семьям. Четверо уже теряли сознание от физического истощения. Голодные без тормозков. Тормозок, если берет, отдает детям, потому что дети дома голодные. Он взял тормозок здесь и то берет под ведомость, положил его себе в сумочку и домой отнес детям. Вот четыре человека у нас уже есть. Пытались достучаться до власти безуспешно. Потом уже за помощью обратились в оппозиционный блок, в частности к Юрию Иоффе, бывшему директору шахты Горска. Идет полный грабеж шахты. Она единственная, которая там работает. Я написал официальное заявление в Генеральную прокуратуру по этому вопросу надеюсь на реакцию. Значит, я разговаривал однократно с министром топлива и энергетика Игорем Степановичем Насаликом. Я, реакции никакой нет. В таком месте, на Бахмутском шляху, на украинской стороне, под украинским флагом, расшатывать так ситуацию, ну, как бы, это не очень понятно, чего хотят эти люди. Прошлые два года под обстрелами боевиков шахтеры Горской тут добывали уголь для электростанций страны. Теперь они доведены до отчаяния. С понедельника грозят не пускать на шахту гендиректора Савчука. Александр Котов, Борис Шеллин. Подробности телеканал Интер из Луганской области. Масштабную аварию в Киеве устроил сотрудник посольства Азербайджана. Как сообщает портал ДТП Киев, водитель ехал на большой скорости. На повороте не справился с управлением и вылетел на тротуар, а затем на встречную полосу, где протаранил два автомобиля. Пострадал водитель одной машины, в которую врезался сотрудник дип-ведомства. Информации, кем он работает в посольстве, пока нет. Кроме скорой и патрульной полиции, на место аварии приехали дипломаты и сотрудники СБУ. Венецианская комиссия одобрила законопроекты о свободе мирных собраний в Украине. На рассмотрение лучших юристов Европы, украинские нардепы отправили два документа. В заключении венецианки говорится, что оба законопроекта соответствуют нормам европейского права, однако есть и ряд недостатков. Я напомню, что в Украине до сих пор нет отдельного закона, который бы регулировал проведение акций и митингов о суды, разрешая или запрещая их, часто руководствуются еще старыми советскими нормами. В соответствии со статьей 29 Конституции Украины, любое ограничение должно базироваться на судебном решении. Возможно, конечно, и другие ситуации, при которых ждать суда слишком долго, особенно когда есть прецеденты насилия. Тогда у власти должна быть возможность вмешаться. Обе версии документа очень либеральны. Но перед их принятием нужно внести рекомендации. Только второй месяц учебного года, а у некоторых детей уже нервные срывы. Трагический случай произошел на Прикарпатте. Там девятиклассник набросился с ножом на свою учительницу. Что спровоцировало такое поведение подростка, выясняли наши корреспонденты. Частные уроки учитель украинского языка и литературы Мирослава проводила у себя дома. Но на вчерашнем занятии ученик вдруг схватил нож и набросился на женщину. Ударив учительницу несколько раз ножом, парень выбежал на улицу. Здесь его и задержали правоохранитель. Женщину с многочисленными ножевыми ранениями сразу увезли в Долинскую районную больницу. У нее изрезано лицо и руки, но больше всего пострадала грудная клетка. Сейчас она в реанимации. О самом парне известно немного. Он учится в девятом классе Долинской специализированной школы-интернате. Но здесь что-либо рассказывать наотрез отказываются. По словам директора школы, это может навредить парню. Не удалось ничего узнать и от мамы мальчика. Почему парень набросился на учительницу с ножом, в полиции еще не установили. Но там подозревают, причиной может быть чрезмерный контроль со стороны матери. Известно, что девятиклассник ходил на частные уроки едва ли не по каждому предмету. А еще парень очень увлекался историческими фильмами. Особенно о войне. Подростка уже осмотрел психиатр. Сейчас он находится дома, под присмотром матери. Ольга Теребинская, Жанна Дучак, Зиновия Автонас. Подробности телеканал Интер, Ивано-Франковская область. В Сумской области от боевой гранаты пострадали двое детей. Старший нашел ее на улице и принес домой. Трехлетний брат решил поиграть с опасной находкой и выдернул чеку. Благодаря тому, что ребенок вышвырнул ее из комнаты, граната взорвалась в коридоре. Все, в том числе и родители, остались живы. По факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами, нацполиция открыла уголовное производство. Следователи выясняют, как снаряд попал в руки детей и почему родители никак не отреагировали на находку. Хлопчик, самый старший, он объяснил, что нашел эту гранату и принес ее домой. Он сразу показал ей как матери, так и и співмешканцам. Но дорослые люди не только не забрали в него эту гранату, но вообще не обратили на это внимание. Демобилизация шестой волны. Бойцы уже разъезжаются по домам. Кто их заменит на фронте, есть ли достаточное пополнение, расскажет Геннадий Вивденко. Бойцы восьмой рот и свое отвоевали. Уже собрали вещи и ждут дембельский транспорт. Они из шестой волны мобилизации. Замена есть, оставляем не пустые позиции. Все нормально, мы отслужили, ребята свои тоже. Я думаю, служат достойно. Побратимо провожает сержант. Сам из третьей волны не смог удержаться дома. Подписал контракт до конца так называемого особенного периода. То есть до конца войны. Не будем скрывать немаловажный фактор. Это социальная обстановка, скажем так, положение дел у нас на гражданке. Все-таки заработная оплата, которую сейчас дают в армии, она есть одним из стимулов. Для многих это не основной стимул. Основной стимул это все-таки патриотизм. По этим причинам возвращаются многие бойцы АТО. Не могут уже без действующей армии. Каждый день происходит пополнение личным составом из числа контрактников. Порядка 20-30 человек. На данный момент бригада скомплектована примерно на 80%. Денис и Алексей новички в АТО. Занимаются на полигоне. Контракт подписали на три года. Защищать родину. И для себя так само послужить, воевать. Работал на заводе обычным слесарем. Родственники одобрили. Кто был в зоне АТО, нам сказали, что можно было полгода подписывать. Кто не был, только в учебке три года. И офицерского состава пять лет. Ну и мы подписывали на три года. Алексей сам из Луганской области. В нашей армии сейчас очень много его земляков. Идут воевать за свою землю. В военкомате Торецка проводят отбор. В день проходит где-то человек 10-15. Мы с ними проводим беседы. Изучаем их моральное дело в якости. Проводим с ними медичную комиссию. Они проходят в ВЛК. Если человек придат на здоровье, у него есть желание служить. Значит мы его отправляем дальше служить. На данный момент подписало 66 человек именно с Торецка на контрактную службу. Дальше еще работаем. Этому местному парню 18 лет, говорит на камеру. Отказался, но признался. Ждет подписания контракта. В этом году, по данным Минобороны, ряды ВСУ пополнили 57 тысяч профессиональных военных. Геннадий Вивденко, Вадим Ревун, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. И в тылу, и на фронте поздравлял сегодня с Днем защитника Отечества украинских военных президент Украины Петр Порошенко. С утра он побывал на Чугуевском аэродроме под Харьковом, где передал армейцам 157 единиц военной техники. 7 самолетов, БТР, танки и минометы. А затем отправился в зону АТО. Как и сделал заявление, подробнее Светлана Шакера. На Чугуевском аэродроме бойцы ждут передачи новой техники. Сейчас получаем БМП-2, которые сейчас на фронте именно воюют, которые нужны, ну, как воздух. Тем временем пилоты уже осмотрели модернизированный Ан-26. Говорят, конечно, не Боинг, но с боевой задачей справиться. Всего для украинской армии подготовили 157 единиц военной техники, как отремонтированной, так и новой. Геликоптеры, самолеты и наземная техника, систему залпового огня, танковая техника, БТР, БМП, систему противоповетренной обороны и минометы. Эта техника, которую передает военным президент, уже завтра отправится в расположение воинских подразделений. А пока глава государства отмечает, вероятность эскалации военного конфликта на Донбассе остается значительной. Я наголошу, и еще раз наголошу, Минск – это мирный план, который предупреждает абсолютно четкие заходы и критерии нашей безопасности. И пока не будет выполнен безопасный склад, безопасный пакет, Украина дальше в политическом процессе просусти не будет. Прямо с Чугуевского аэродрома Петр Порошенко отбыл в зону АТО. Там провел совещание с руководителями секторов АТО и вручил высокие государственные награды военнослужащим. Президент подчеркнул, они являются новой элитой вооруженных сил. И пообещал, до конца октября завершится шестая волна демобилизации. С ноября армия будет полностью контрактной. Я могу сказать, что и я, как президент, как Верховный Главнокомандующий, хотел бы, чтобы найкращий из вас, кто имеет высокие профессиональные навыки, высокие патриотические навыки, побывавши на гражданстве, подивившись, обнявшись родин, кто прийме решение повернуться до лавзбройных сил, знаете, что двери ваших частин для вас завжди открыты. После общения с бойцами президент вернулся в Харьков. Там он представил нового губернатора области. Я хотел бы представить новую голову областной державной Харьковской администрации. Впервые за годы независимости руководителем области стала женщина. 32-летняя Юлия Светличная сменила Игоря Райнина, который сейчас возглавляет администрацию президента. Это беззаперечный факт носит серьезную коррективу в гендерную складовую кадровой политики. Я рад, что в коллективе голів областных державных администраций, я очень боюсь, я уверен, что у нас в абсолютной большинстве сильные руководители областей наконец-то появилась фантастичная женщина-профессионалка. И это знаменитый приход нового поколения, которое выросло и сформировалось полностью в часы независимости. И в завершении своего визита в область президент пообещал новые заказы для 17 предприятий Укроборонпрома, расположенных в области. Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Более полусотни обстрелов за сутки со стороны боевиков. Под Горловкой в поселке Зайцево ранен один украинский боец после обстрела из крупнокалиберного миномета. Наиболее напряженная ситуация на Мариупольском направлении. Там двое украинских военнослужащих ранены, один контужен. В Марьинке боевики применяли минометы, танки и БМП. Об этом сообщает штаб АТО. В результате обстрела повреждены пять жилых домов. Более полусотни человек погибли в Ираке в результате взрыва бомбы террориста-смертника во время траурной церемонии. Мужчина привел в действие взрывное устройство на севере Багдада в районе Аль-Шааб, находясь в шатре, наполненном людьми. Террористическая организация «Исламское государство» уже взяла на себя ответственность за эту атаку в своем онлайн заявлении. Я напомню, что в Ираке за последний месяц погибли более 600 гражданских лиц в результате террористических атак, насилия и вооруженного конфликта. Я услышала взрыв, когда собиралась зайти в шатер. Я упала на пол, потом поднялась, а вокруг творился какой-то хаос. Смертник пришел вот отсюда. Я увидела на полу его голову. Вокруг него лежали люди. Штрафы за оскорбительные комментарии в социальных сетях. По 50 тысяч евро за пост. Как в Германии борются с ненавистью в интернете, расскажет Татьяна Лагунова. «Ответственность за разжигание ненависти в интернете немецкие политики начали борьбу с так называемым вербальным радикализмом. Они предлагают привлекать к ответственности социальные сети, которые не удаляют ксенофобские или расистские высказывания и комментарии. Фейсбук, Твиттер, Гугл в немецком сегменте этих сетей за последний год резко выросло количество публикаций, которые разжигают межнациональную рознь. Чаще всего это оскорбительное высказывание в адрес беженцев, приехавших в Германию. Немецкие политики уже поднимали этот вопрос на встречах с руководством социальных сетей. Те пообещали удалять подобные материалы в течение суток. Но время показало не получается. Немецкие эксперты проанализировали ситуацию и подсчитали. Фейсбук устраняет половину оскорбительных комментариев, а Твиттер всего 1%. Чтобы улучшить показатели, политики предлагают социальные сети штрафовать на 50 тысяч евро за каждый оскорбительный материал, который не удалили в течение недели. Такой штраф предложил соратник Ангелы Меркели, лидер фракции ХДС в Бундестаге Фолькер Каудер. Его идею поддержали и другие политики. Впрочем, будут ли они ее воплощать в жизнь или ограничиться просто словесной угрозой, пока непонятно. Впрочем, привлекать к ответственности немцы планируют не только соцсети, но и пользователи, которые эти комментарии пишут. За последнее время полиция провела уже несколько рейдов в разных землях. Изъяла телефоны и компьютеры у людей, которые оставляли в интернете, российские или ксенофобские высказывания. Если их вина будет доказана, таких пользователей накажут монетой. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Когда год назад в свет вышла книга экспасии французского президента Валерии Триер-Вейлера с нелицеприятными фактами о Баланде, многие подумали, ну чего еще можно ожидать от брошенной женщины. Но в этот раз глава французского государства рассказал все о себе сам. Шокировано не только общество, но и ближайшее окружение президента. Подробнее София Гордиенко. В частных беседах с двумя журналистами Алан договорился до того, что книгу назвали «Президент не должен был этого говорить». Двое сотрудников издания «Лемонт», популярнейшие газеты страны, раз в месяц беседовали с главой государства обо всем на свете. И вот результат. Это книга «Пожар для Елисейского дворца». Новая книга «Откровение». Это исповедь Франсуа Аланда. 672 страницы фактов и мнений. И среди последних, например, фраза о юстиции, которой на самом деле институция трусости, а прокуроры только строят из себя добродетель. Хотя на самом деле политики вертят ими как могут. Речь шла о Николе Саркази, обвиненном по многим статьям, но так и не привлеченном к ответственности. Прокуроры надели меховые накидки и тут же собрали совещание. Я вчера встречался с Франсуа Аланда, и он не успокоил тех эмоций, которые испытывают прокуроры и вообще все сотрудники юстиции после такого унижения. Кроме того, не самыми умными людьми президент считает и футболистов. Для оппозиции, да еще перед выборами, все эти слова – подарок. И только ленивый не высказался на этот счет. А работает он когда? Похоже, он провел 60 встреч с журналистами. И это уже не первая книга. Алан уже начал приносить извинения его коллеге тоже. Единственное оправдание, звучащее из лагеря левых – книга более чем яркое свидетельство того, что свобода слова работает. Ведь ни строчки не было подвержено цензуре. София Гордиенко, подробности, телеканал Интер. Новый день и новые скандалы. В США предвыборная гонка принесла очередной сюрприз. Еще несколько женщин обвинили Дональда Трампа в домогательствах. Но взломанная почта демократов показала, что, возможно, и они приложили руку к происходящему. На чьей стороне сами американцы выяснял Дмитрий Анопченко. Флорида. Курортный Вест-Палм-Бич. Это очередь у местного стадиона не на концерт эстрадной звезды, а на встречу с Трампом. Кепки, майки, плакаты – это ключевой штат, от голосования в котором очень многое зависит. И тех, кто тут живет, дамский скандал, похоже, не очень-то смутил. Дональд Трамп ведь президентом хочет стать, а не папой римским. Так что, эй, остановитесь уже. Сам он в соцсетях не устает убеждать своих сторонников. Мол, пресса врет, все обвинения – выдумки. Но заявления женщин появляются вновь и вновь. Вот фотограф Кристин Андерсон, которую разыскала «Нью-Йорк Таймс», говорит, в 90-х, когда она пыталась стать моделью, в Нью-Йорке в ночном клубе незнакомый мужчина молча подошел к ней и, не сказав ни слова, залез под юбку. А это Саммер Зервас, бывшая участница реалити-шоу Трампа, которая заявляет, политик приглашал ее поговорить о работе, но попытался склонить к близости. Он схватил меня за плечо и начал очень агрессивно целовать и положил свою руку мне на грудь. Но сам кандидат теперь заявляет, нет, это не они, это он жертва. Я стал жертвой одной из самых грязных компаний в истории этой страны. Они пытаются меня поймать, чтобы попытаться разрушить то, что может стать величайшим моментом для Америки. Никогда еще такого не было. И для таких слов у него тоже есть определенные основания. Викиликс накануне опубликовала очередную серию имейлов штаба Клинтон, из которых следует. Там готовились разместить в интернете объявления о вакансиях от имени компаний, принадлежащих Трампу. С непристойными требованиями к кандидаткам. Не толстеть, врать о возрасте, позволять начальнику приставать к себе. И эти грязные методы, которыми якобы хотели воспользоваться его противники, и самого Трампа в глазах избирателей, теперь делают другим. Независимо от того, правду ли говорят женщины, или это тоже часть политической борьбы. Да мне все равно. Никого не касается, что там у Трампа было в личной жизни, или как он вел бизнес. На меня это не влияет. Мы с мужем на 6 тысяч долларов больше заплатим налогов, если Хиллари изберут. Но этого не будет. Понятно, что так считают не все. Опросы избирателей во многих штатах сейчас демонстрируют перевес Клинтон. Но в этой компании ни в чем нельзя быть до конца уверенным. Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала. Интер. Грандиозный фестиваль шоколада в Италии, а также бабушки, подружки, невесты в Румынии. Об этом и не только в нашем международном обзоре. Грозовое облако, парящее в вашем доме. На самом деле это левитирующий динамик. Такое необычное устройство спроектировал дизайнер Ричард Кларксон. Разработчики использовали технологию, в основе которой так называемая магнитная подушка. Эффект парения создают магниты, спрятанные в основании устройства. Сам динамик выполнен из полиэфирных волокон. А специальные лампы имитируют вспышки молний в такт воспроизводимой мелодии. Настоящей меккой для всех любителей шоколада стала итальянская Перуджа. Там открылся фестиваль Евро-шоколад 2016. Ежегодно на этот праздник съезжаются тысячи сладкоежек со всего мира. Их ждут великолепные шоколадные скульптуры, огромные плитки и тонны конфет. Организаторы фестиваля предусмотрели для гостей множество развлечений и конкурсов. Но самое главное, никто не останется без сладкого. Самым милым вором Америки стал енот. Студент из США Гай Уильямс решил запечатлеть на видео, как он кормит енота. Животное выхватило из рук незадачливого любителя природы телефон и пустилось на утек. Владельцу удалось вернуть украденный гаджет, где позднее обнаружилась запись погони. Енот, которого интернет-пользователи уже прозвали Стэнли, не пострадал. А ролик, снятый енотом, только за день набрал более 190 тысяч лайков в сети. Парижане смогут наслаждаться садоводством и огородничеством прямо в столице Франции. Новый закон позволяет и даже рекомендует горожанам разбивать сады около своих домов. Жители смогут получить трехлетнее разрешение и выращивать овощи, фрукты и цветы. Затем его можно будет продлить. Документ ограничивает горожан только в одном – нельзя использовать пестициды. С такой инициативой выступил мэр французской столицы в рамках экологического проекта. Таким образом, планируется расширить площадь зеленых насаждений на 100 гектаров к 2020 году. Невеста из Румынии пригласила бабушек из приюта для одиноких людей стать подружками на собственной свадьбе. Дариана Миклея много лет работает в румынской волонтерской организации и помогает старикам, потерявшим близких. Поэтому она не смогла представить безлюбимых подопечных один из важнейших дней в своей жизни. Подружки невесты, в свою очередь, к обязанностям отнеслись со всей серьезностью. Сделали все возможное, чтобы этот день для Дарианы стал незабываемым. Наш эфир подходит к концу. Ну а завтра, в воскресенье, не пропустите итоговый выпуск подробностей недели с Алексеем Лихманом. А вот какие темы будут затронуты. Беспомощные перед стихией. Почему украинцы оказались один на один с ураганом и можно ли было предотвратить гибель людей? Туши свет, сдавай мантию. Украинские суды пустеют. Кто виноват и куда идти за правдой? Маски сорваны. Беспрецедентная резолюция ПАСЭПа России. Приблизит ли она мир на востоке Украины? Принудительное закаливание. Когда дождемся старта отопительного сезона и будем ли зимовать в тепле? И это все, о чем мы успели вам рассказать сегодня. Последние новости вы также можете прочитать на нашем сайте подробностей. Я желаю вам приятного субботнего вечера и увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok